Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Предлагаю снова вернуться на финансовые рынки, посмотреть за теми интересными событиями, которые имели место быть по итогам вчерашней торговой сессии. Ну и, разумеется, в очередной раз пробежаться по всем основным активам, на которые мы делаем каждодневную ставку, потому что эти инструменты являются нашим базисом для такой же каждодневной спекулятивной деятельности. Сегодня, как и всегда, анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение в рамках компании «Амаркетс». Сегодня величина бонуса 9%, что касается кодового слова, то обозначу его ближе уже к концу брифинга. Ну а теперь давайте переходить к нашему начальному традиционному вступительному инструменту финансовых рынков, и речь идет о нефти. Прежде всего, нас интересует бренд, потому что мы увязываем динамику этого актива, конечно же, с тем поведением, которое показывает и российский валютный инструмент. Бренд продолжает снижаться, в частности, минимум вчерашнего дня находится в районе 46-42, а сейчас он торгуется уже на уровне 46-92. Мы видим то, что наша цель, которая была ранее обозначена в районе поддержки 47, уже протестирована. По сути, этот рубеж является сопротивлением, но в целом, говоря про фундаментальную картину, которая выступала для нас ключевым базисом принятия решений, она по-прежнему сигнализирует о том, что наш посыл, наш ориентир и ставка была сделана верно, потому что общий информационный фон и те, соответственно, актуальные реалии, которые сейчас характеризуют и создают условия для трейдинга по нефти, они сигнализируют и продолжают указывать на то, что можно и дальше селить позиции бренда и WTI. Наша ближайшая цель, когда-то она была долгосрочной, сейчас уже такой не является, потому что до 45-ти остается совсем чуть-чуть. И, опять же, пытаясь спрогнозировать поведение бренда, мы, конечно же, отталкиваемся от ключевого региона, который создает неплохие, соответственно, основания для трейдинга по этому инструменту. Это, конечно же, экономика Поднебесной, речь идет о Китае. Последние макроэкономические данные начали мы анализировать еще с прошлых выходных, с данных по торговому балансу. Пришли к выводу о том, что торговый баланс указал на реальное падение, серьезнейшее падение экспорта, что создаст серьезные препятствия для достижения экономикой более, скажем, стоящих триггеров для экономического восстановления. Мы прекрасно понимаем, что сейчас оснований для этого нет. После этого переключились на данные по инфляции, индекс потребительских цен в рамках Китая также просел, и это уже позволило нам сделать вывод о том, что, по сути, низкий показатель инфляции, сохранение тенденции понижательного давления будет сказываться на потребительской активности, что окажет еще большее давление на общие показатели экономического роста. Но и вчера, к сожалению, у нас не было возможности проанализировать актуальные данные по инвестициям, по капиталовложениям, по промышленному сектору и розничным продажам, потому что они были опубликованы после нашего вчерашнего брифинга. Но сегодня предлагаю к ним вернуться и, прежде всего, коснуться, наверное, важнейшего из этого блока статистики отчета. И речь идет о промышленном секторе, потому что традиционно он был одним из ключевых стимулов для показателей ВВП и, соответственно, ускорял экономику, способствуя тем прежним темповым восстановлением, которые характеризовали когда-то Китай как, скажем, одну из ведущих экономика мира. Мы помним то, что некоторое время назад, ну это, в принципе, уже было давно, за десятым, скажем, годом, ВВП Китая рос куда более динамично, чем сейчас. Если последние данные по темпам экономического расширения указывают на то, что сейчас эта статистика даже ниже 6%, напомню, что после 2008 года, даже после 2005 года, экономика Китая демонстрировала и хвасталась даже двузначными показателями по ВВП. Сейчас реально идет серьезный спад и, к сожалению, конца и края этому не видно. Мы после, опять же, обозначения актуальных цифр по ключевым показателям склоняемся в пользу того, что ВВП Китая продолжит слабеть. И 2016 год мы, скорее всего, увидим даже с показателями, может, даже ниже 6%. Но это будет совсем уж катастрофа, в том числе и для мирового рынка, потому что, если мировая экономика хочет получить хоть какой-то стимул для оздоровления, нужно, конечно же, создать все условия и надеяться на то, что Китай сможет справиться с актуальными проблемами и, соответственно, выбраться из той рецессии, в которой он пребывает. Промышленный сектор по итогам вчерашней торговой сессии 5,6% против прогноза 5,8%. Еще один слабый макроэкономический отсчет и, соответственно, еще один повод делать ставку на возможное снижение средневых активов, но и, прежде всего, бренда, на который мы и ориентируемся в плане каждодневного трейдинга. Поскольку промышленный сектор слабеет, значит, не стоит надеяться на восстановление показателей спроса. Значит, снова нам, участникам рынка, можно бить на ключевую идею гиперизбыточного предложения и недостатка, соответственно, спроса в связи с этим. То есть, отсутствие равновесия этих двух ключевых экономических категорий. Плюс ко всему, мы знаем то, что сейчас очень влиятельным, с точки зрения, скажем, воздействия на поведение нефти может оказаться и отчет по запасам нефти США. В частности, во вторник у нас была частная оценка API. Напоминает то, что очередной прирост плюс 6,9, точнее, плюс 6,3 миллиона, соответственно, баррелей за прошлую неделю. Сегодня у нас уже официальные данные. Вечером запасы нефти в США. Напомню, что по причине празднования Дня ветеранов США этот отчет со среди поехал на сегодняшнюю торговую сессию. Но судя по тому, как активно бренд корректировался в рамках вчерашней торговой сессии, можно говорить о том, что трейдеры уже предвкушают, по сути, факт прироста запасов. И даже перед оглашением, фактически, этого релиза уже пытаются неплохо прокатиться с точки зрения коррекции по этому инструменту. Я считаю то, что это правильное поведение, правильные, скажем, дисконтированные ожидания в динамику бренда и WTI. И если сегодня уже по факту после публикации данных мы увидим то, что запасы снова выросли, я в этом ничуть не сомневаюсь, значит, у нас будет дополнительно локальный фактор разгрузки бренда. И я думаю, что сегодняшняя торговая сессия также вряд ли будет восстановительной для энергетического сырья. Поэтому ждем 45. До этого уровня остается совсем немного. При неизменности актуального новостного фона я думаю, что мы сможем добраться до этого рубежа, ну, если не к концу этой недели, то, наверное, уже в рамках следующей пяти дней. Идем дальше. Рубль, USD, RAP. Актуальные цены 65.35. На премаркете видим то, что ослабление нефти потянуло такой же девальционный порыв и для российского инструмента против основных конкурентов американского доллара и европейской валюты. В целом здесь дополнительных новостей по российскому рынку нет. Но я думаю, что даже если бы они и были, у нас все равно определяющим является традиционная нефть. Мы следим за стоимостью рублевого эквивалента барреля нефти и приходим к выводу о том, что она сейчас явно не дотягивает минимального достаточного порога в 3300. Кто-то говорит даже, что этим порогом является значение повышения 3500. И до тех пор, пока это расхождение продолжается сейчас, это 3000 с небольшим, наверное, 3050, если мы перемножим актуальную котировку на стоимость барреля нефти, значит, можно либо все-таки прогнозировать еще большее ослабление российской валюты. Это правильное решение и правильный настрой. Либо каким-то чудом надеяться на то, что нефть сможет найти предпосылки для локального роста и восстановления. И этот сценарий, конечно же, маловероятен. Поэтому по рублю уже засыпились выше, соответственно, сопротивление 65. По сути, 65 это уровень поддержки. Как я отмечал, до конца этой недели мы смогли добраться до этого рубежа. Но на этом не останавливаемся. Давайте замахиваться уже на более серьезные векторы ослабления российского валютного инструмента. И стремимся сейчас в район 67-68. Ну и долгосрочная цель совсем уж, скажем, на несколько месяцев вперед, это в идеале бы подобраться к уровню 70. Для российской экономики в связи с этим возникнут сразу же дополнительные серьезнейшие риски, потому что полномерно начнет расти индекс потребительских цен. И я традиционно провожу параллель логического такого вывода, что рост индекса потребительских цен сказывается на потребительской активности и усугубляет фактические показатели по экономическому расширению. В общем, здесь, как и был ранее, замкнутый круг. Я думаю, что негатив на негативе. Но пока давайте все-таки констатировать его. Если будет позитив, я первым его обозначу. И вместе с вами мы поищем возможности даже для, скажем, уже продаж американца против российской валюты. Но пока этого не будет в ближайшее время. Как бы мы, может быть, этого и не хотели. Идем дальше. Европейская валюта против доллара. Если говорить про актуальные котировки, сейчас цена по евро-доллару 1.07.62. Мы видим то, что евро-доллар продолжает консолидироваться рядом с уровнем 1.07.50. Вчерашняя торговая сессия оказалась довольно-таки спокойной. Да и, в принципе, как и прежние две. В целом, консолидация на одних и тех же рубежах идет уже даже сегодня. Четвертую сессию подряд. Это ясно, что рынку нужны какие-то дополнительные поводы, чтобы обозначить уже новые ориентиры. Если, опять же, окунемся в фундаментальную картину вчерашней торговой сессии, я бы больше сделал ставку на то, что европейская валюта должна слабеть. Потому что вчера вышел отчет Совета экономистов-консультантов немецкого правительства по темпам экономического расширения прогнозу на 2016 год. Вот статистика, скажем, не самая радужная, потому что сейчас экономисты сходятся к тому, что в лучшем случае ВВП, соответственно, Германия, расширится на 1.6% в следующем году. Напомню, что раньше прогноз был куда выше. Сначала это 1.9%, но после публикации серии слабых макроэкономических данных, потом 1.8%, 1.7%, ну и видим сейчас, что этот показатель полномерно снижается. Ключевой риск, который был обозначен, это понижательное давление, которое идет со стороны снижения экономического роста развивающихся рынков и прежде всего Китая. И на вопрос о том, опять же, к этим экономистам и консультантам, есть ли основания полагать, что Китай сможет, скажем, заручиться поддержкой, вдохновляющим, скажем, эффектом со стороны действий монетарных национальных властей, что те инструменты, которые были задействованы сейчас Народным банком Китая за последнее время, все-таки смогут стать причиной оздоровления экономики. Ответ был прост, что 2016 год будет еще хуже для Китая, чем этот. А значит, скажем, та же самая еврозона и, разумеется, ведущая экономика валютного блоку Германии будет испытывать еще больше экономические проблемы. В принципе, на это я уже делал ставку давно. Мы ждем в связи с этим еще большего давления на главный валютный риск. Мы знаем, что помимо этого на рынке достаточно и других факторов. Это ожидание решения программы количественного смягчения, контраста политик ФРС и ЦФБ, расхождение, точнее, рост даже спредоходности между американскими бумагами и немецкими бумагами. Вот чтобы далеко не отходить, кстати, от дополнительных мер экономического стимулирования и, прежде всего, урушения программы количественного смягчения, хочется отметить вчерашнее заявление с ссылкой на Reuters, то, что ИЦБ подумывает даже о том, чтобы увеличить покупки муниципальных облигаций. Возможно, это будут бумаги Парижа, Баварии. Но, в целом, нужно понимать, что этот посыл уже, скажем, создает нам еще одно основание для того, чтобы все-таки не отказываться от идеи того, что ИЦБ будет действовать в ближайшее время через дополнительные меры экономического стимулирования и все-таки пойдет на решение программы QE. В общем, ждем ее. Не присоединяемся, соответственно, к позиции других участников рынка, которые полномерно также делают ставку на сел европейской валюты. Прекрасно понимаем то, что даже за статистику сейчас зацепиться практически невозможно. И если уж все складывается против евро, ну тогда зачем искать возможности для роста? Иногда, по большей части, все-таки рынок на самом деле логичен. И в связи с этим не нужно мудрить, а нужно использовать все логичные возможности, которые присутствуют на рынке, для того, чтобы делать ставку на такой же логичный исход по трейдингу евро-долларам. Сейчас это сел, ближайшая цель 1.07, более долгосрочная цель 1.05. Для краткосрочных инвесторов предлагаю воспользоваться следующей инвестиционной идеей. Стоп с уровня 1.07.20, тейк профита 1.06.50, стоп-лосс 1.07.50. Идем дальше. Доллар и японская иена. Если евро-доллар у нас консолидируется рядом с уровнем 1.07.50, USD иена здесь свое значение. Это уровень 123, хотя актуальная котировка 122.87. Ну, то есть чуть-чуть ниже этого рубежа. Что сейчас выступает ключевым триггером для движения американца? Но после той стремительной покупки, которая характеризовалась вообще парой USD иена в последнюю неделю, я допускаю то, что сейчас больше трейдеры делают ставку на технику, консолидацию и, соответственно, возможность даже использования какого-то долгосрочного потенциала по снижению. Но мы, прежде всего, исходим из долгосрочных оценок и прекрасно понимаем, что ралли, оно было основано не на пустом месте. Для этого были предпосылки, и эти предпосылки в плане реализации статистики создали еще основания надеяться и полагать, что ФРС пойдет на повышение процентной ставки по итогам следующего заседания. Сейчас вероятность этого решения серьезно возросла. Параллельно с этим пошла в гору доходность американских трежерист. Это выступает еще одним стимулом и катализатором для усиления позиций американца. Да и доллар сам прекрасно понимает, что круче него сейчас на рынке нет других инструментов. Поэтому лидерство у этого актива, и я полагаю, что это лидерство в потенциале еще большего укрепления и стремительного восходящего движения еще не исчерпан. Поэтому ждем пресса на рисковые инструменты и, соответственно, ждем усиления позиций американской валюты. Сегодня довольно-таки интересный день для американца. Ну, сегодня традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице. Полагаю, что 100% снова статистика будет ниже 300 тысяч, а значит завтра мы будем говорить о том, что этот отчет является еще одним позитивным фактором, который в хорошем смысле характеризует американский рынок труда. Плюс ко всему, сегодня у нас еще выступление Датли, Стэнли и Фишера. Это представители ФРС, которые обязательно выскажутся по поводу готовности американской экономики к нормализации денежно-кредитной политики. И в 17.30 состоится конференция Джанет Йеллен. Очень надеясь на то, что она коснется все-таки политики монетарного регулирования и может прольет немного света касательно того, что верны ли ожидания трейдеров, полагающих, что ФРС не будет уже тянуть резину и все-таки анонсирует это долгожданное решение уже в самое ближайшее время. Почему я сказал, что очень надеюсь? Потому что вчера у нас была конференция Драги, мы делали на нее большую ставку, полагали, что Драги усилит, соответственно, те порывы медвежьей со стороны трейдеров, подтвердит готовности действовать, задействовать инструменты экономического осмельчения. Но Драги говорил много про, скажем, положительный эффект банковской интеграции, союза в рамках еврозоны. Но ни слова не сказал про программу количественного осмельчения, про риски инфляции, да и вообще про ближайшее заседание, на котором будет поднят столь актуальный и острый для всех вопрос. Если сегодня Джанет Йеллин также, скажем, предпочтет воздержаться от комментариев по этим вопросам, значит, ее конференция не будет интересна. Но я надеюсь, что все-таки, даже если это произойдет, у нас будут комментарии других представителей ФРС уже ближе к концу дня. И там мы постараемся поискать возможности для усиления позиций американцев. Долгосрочная цель. Ждем по-прежнему 125. Я думаю, что до этого рубежа доберемся уже совсем скоро. Фунт против доллара. Вчерашняя торговая сессия снова восстановительная. В частности, поддержку фунту оказал рынок труда. В третьем квартале мы увидели, что действительно по британскому рынку труда был зафиксирован серьезный прогресс. Настоящий прорыв. Уровень безработицы 5,3%. Это лучший показатель с момента накопления статистики, то есть 1971 года. Но помимо уровня безработицы, я также рекомендовал и, по сути, советовал обратить внимание еще на динамику заработной платы. И в целом здесь уже нет такого прогресса, нет такого прорыва, который, может быть, кто-то хотел увидеть по рынку труда, но, к сожалению, либо, к счастью, не увидел. Заработные платы. По факту, если мы будем говорить за исключением премии, прирост 2,5%. Без премии 3%. Я снова возвращаю вас к, скажем, той рекомендации, которую я уже обозначал. Если делать ставку на роз заработных плат и полагать, что прирост этого показателя сможет вытащить экономику из дефляционной пропасти, нужно дождаться показателей как минимум 3,5%. Сейчас мы видим то, что истинная фактическая цифра куда ниже этого рубежа. Поэтому индекс потребительских цен будет и дальше находиться в лучшем случае на нулевой отметке. Но я думаю, что, скорее всего, даже уже отрицательные значения, хотя мы уже их зафиксировали по итогам прошлого отчета. Если давление на этот показатель будет оказано со стороны продолжающегося снижения цен на энергоносители, значит, индекс потребительских цен продолжит тяготеть к более низким значениям. Поэтому те рекомендации, которые уже дал Банк Англии касательно неожидания достижения целевого показателя по инфляции в 2% раньше 2017 года и, соответственно, неожидания того, что ставка может быть повышена вслед за ФРС сразу же, поскольку наиболее реальным сроком остается также 2017 год. Я полагаю, что трейдерам, может быть, нужно переосмыслить еще этот актуальный новостной фундаментальный фон. И если мы до конца этой недели не увидим все-таки возобновления коррекции британской валюты, возможно, на переосмысление понадобятся выходные. И уже на следующей неделе мы вернемся с прежним посылом и, может быть, с еще большим рыночным осознанием того, что британец реально имеет больше оснований для того, чтобы стоить гораздо ниже текущих значений. Поэтому в качестве краткосрочной цели и инвестиционной идеи предлагаю воспользоваться следующим. Sell stop с уровня 1.50-1.50, take profit 1.50, stop loss 1.52. То есть чуть-чуть мы подтянули наши ориентиры с прошлой идеей, но в целом они направлены на потенциальное ослабление британца. И еще я хотел сказать пару слов про австралийца. Сегодня утром были опубликованы очень сильные данные по австралийскому рынку труда. В частности, уровень безработицы 5.9% с прошлого значения 6.2%. Новых рабочих мест 58.6% против прогноза 15.000%. Логичная реакция на факты сильных и совершенно неожидаемых данных по австралийскому рынку труда привел к укреплению австралийца против доллара на 100 пунктов. В частности, актуальная котировка на текущий момент 0.71.40. Но здесь хочу сделать даже не маленькую, а большую ремарку. За последнее время вот этот отчет, он основан на том, что австралийские статисты использовали новую методологию расчета. И глядя на этот показатель, на эту цифру, у меня очень много вопросов касательно того, ну как вообще удалось добиться такого прогресса. Мне кажется, что это нереальная цифра, на нее не нужно обращать внимание, и она уж тем более нереальна, тогда, когда мы говорим про постоянные риски Китая, мы говорим про падение инвестиций в горнобывающий сектор, и мы говорим про те понижательные риски, которые характерны для Австралии со стороны других развивающихся площадок. И мы говорим про слабые показатели по инфляции, которые сказываются на потребительском спросе. Поэтому уверен, что этот отчет будет скорректирован. Может быть, в ближайшее время, точнее, когда у нас будет возможность анализировать уже следующий релиз, а статистика будет совсем другого порядка. И, разумеется, мы тогда с еще большей уверенностью вернемся к возможностю ожидания дополнительных мер экономического стимулирования через еще одно снижение процентной ставки. Поэтому по австралийцу долгосрочно не поддаемся, может быть, вот этому ложному статистическому заблуждению и ждем возвращения пары OutUSD в район 0,70. Собственно, на этом все. Еще раз напоминаю, величина бонуса на сегодня 9%. Что касается кодового слова, это стимулы. Из важных отчетов сегодня у нас заявки на пособие по безработице в 16.30, в 17.15, точнее, в 17.30 конференция Джанета Елен. Еще стоит обратить внимание на отчет в 11.00 по московскому времени. Это индекс потребительских цен в Германии. Соответственно, если он просядет, будем готовиться к снижению уровня традиционного давления и в рамках еврозоны. То есть для евро это потенциальный негатив. Большое спасибо за внимание. Соответственно, если у вас есть вопросы, ждем их на нашем официальном канале на YouTube, либо оставляйте их на нашем форуме Amarkets, где у меня есть своя аналитическая ветка. Всего доброго. До свидания.